Всем добрый день, доброе утро, добрый вечер, у кого время. Сегодня мы поставляем вашему вниманию презентацию по тем изменениям, которые произошли в руководстве по судейству соревнований по единому календарному плану. Нужно сказать, что это финальная версия презентации. До этого была рассылка с презентацией, вам нужно ее убрать со своих компьютеров, либо где она находится в базах. И вот эта презентация будет установочной на весь сезон. Мы ее сегодня с вами посмотрим, разберем и сегодня же направим ее в филиалы и, соответственно, в региональные коллегии судьбы. И эта презентация, как я вам сказал, будет у нас рабочей на весь сезон. Понятно, что какие-то вопросы будут возникать, поэтому по судейству, если они возникают, вам нужно их задавать своим руководителям, либо направлять в филиалы ответственные по судейству. Соответственно, они вам смогут ответить на эти вопросы, если вдруг они не смогут ответить на эти вопросы. Они направят вопросы в Федерацию хоккея, в управление судействием, и мы тогда уже дадим черпающий ответ. Итак, приступим. Штрафной бросок. Здесь сама процедура. Мы немножко уточнили расположение хоккеистов, ну, имеется в виду игроков. Они должны находиться на своих скамейках. Еще такое небольшое замечание. Пожалуйста, полностью следуйте данной презентации, когда идет судейство детско-юношеских соревнований, например, ночной лиги, потому что ночная лига работает по правилам единого календарного плана. Значит, не нужно сравнивать с презентациями профессиональных лиг, просто забудьте о них. Сегодня вы судите, допустим, детско-юношеские соревнования, у вас презентация и руководство по судейству единого календарного плана. Завтра вы судите молодежный хоккей, у вас там профессиональные лиги. Пожалуйста, помните об этом. Поэтому, еще раз возвращаясь в процедуру выполнения штрафного броска, все игроки должны находиться на скамейках. Понятно, что вратари находятся в воротах. Агрессор. Здесь, вот в драке, наверху вы можете увидеть, что это, значит, МХЛ, НМХЛ, ЭЖХЛ, но это и для детских соревнований тоже применимо, поэтому это находится тоже здесь. Идет усиление наказания для агрессора. То есть агрессор, понятно, в драке это тот человек, который хочет нанести удары, избить соперника, унизить его и запугать его в том числе. А соперник не хочет драться, он закрывается, то есть он не хочет драться. Поэтому в данной ситуации вам нужно наложить, если вы считаете, что такая ситуация произошла и есть агрессор, который хочет избить соперника, тогда вы даете ему двойной малый штраф и большой штраф. То есть команда будет играть 9 минут в меньшинстве. Здесь вот очень важное правило и объединение двух правил. Правило подсечка 52 мы переносим в правило 57 подножка. Для чего это сделано? Ну, много ситуаций, когда достаточно судим, достаточно сложно определить, что это подсечка, так называемый слюфутинг в английской версии, либо это подножка. Почему так важно это сделать? Потому что слюфутинг, так называемая наша подсечка, это действие, когда ногой подбивают сзади соперника по ногам и одновременно тянут назад. И вот это вот тянущее действие, оно усиливает результат падения. То есть игрок с силой падает спиной на лед. И это опасно. Может быть травма. Мало того, что для судей это тяжело определить, где здесь большой штраф. Это вот этот слюфутинг-подсечка, либо это просто подножка. Какой штраф надо дать? Мы понимаем, что за подсечку у нас только один штраф 5,20. И 2 минуты мы не можем дать. И вот судим, достаточно тяжело это определить. Ну и в том числе инспекторам достаточно сложно тоже. И командам для понимания тоже достаточно сложно. Поэтому поступило такое предложение объединить, перенести правило подсечка в подножку. И мы теперь вот эту подсечку мы будем определять таким образом. У нас будет возможность наложения штрафа за подножку малого и большого плюс дисциплинарного штрафа, как и было раньше. То есть это общий подход. Малый можно и большой. Если травм, вы помните, у нас раньше была такая ситуация, что в результате подножки игрок, например, падал и ударялся о борт, получал травму какую-то. Были такие ситуации. Редко, но были. А в основном это малые штрафы, когда что-то связано с клюшкой, подножка с помощью клюшки. Но в том числе это бывает и ногой, когда такая небольшая, удар такой сзади идет. Либо спереди атака идет, нога омном. Вот это малый штраф. Но, как я уже сказал, большой штраф. Мы немножко изменили описание штрафа и добавили туда вот эти слова, которые у нас раньше находились в подсечке. То есть, безответственно подвергает опасность соперника или использует свою ногу или ступню, чтобы сбить соперника с ног и выбить из-под него ноги. Или который тянет верхнюю часть туловища соперника назад рукой, локтем или флюшкой и одновременно движением своей ноги вперед выбивает из-под него ноги. Ну, или сбивает соперника с ног. То есть, силой заставляя его падать на лед. То есть, вот это определение подсечки мы поместили сюда, в подножку. И, соответственно, мы говорим сейчас о том, что если вот эти критерии подсечки, то есть, подбивает и тянет одновременно находятся, то это для нас большой штраф. И, соответственно, если большой штраф мы определили, то автоматически дисциплинарный до конца штраф должен быть наложен. Вот это, я считаю, важная очень информация, которую нужно запомнить и постараться определить в играх то наказание, которое вы видите. Вот здесь важная еще фраза такая есть не только, что он бьет, подбивает ногой, но то, что он использует ногу. Потому что зачастую мы как-то этот момент не очень четко фиксировали. То есть, он не бьет вроде, а он выставляет так ногу, как бы ставит ногу, выставляет ее и через нее переваливает соперника. То есть, тем самым он использует, помимо всего прочего, что он может и подбивать. Поэтому, пожалуйста, обращайте на это тоже внимание. Здесь понятно, что нужно во всех ситуациях нужно учитывать и скорость, и силу удара, то есть, и как игрок падает, и так далее, и так далее. Это можно все учитывать. Но тут вот такая небольшая ремарка, что, значит, если есть удар коньком, то если даже вы дадите удар ногой, то это тоже будет верное решение. Вот чем здесь важно понять, чем это отличается? Вот помните, удар ногой, это у нас такое, ну, оно больше хулиганское, конечно, действие такое. И происходит оно когда? Оно где-то происходит в конфликтах в большей степени, когда игроки упали на льду, и кто-то кому-то бьет ногой, именно вот пыром, коньком попадает, да, там, либо лезвием толкает, что тоже опасно на сегодняшний день. Ну и всегда было опасно, собственно. Поэтому вот этот удар ногой. Поэтому, если вы увидите, что есть такой удар пыром, если вы дадите удар ногой, а он однозначно тоже, там нет малого штрафа, там только большой дисциплинарный, это, в принципе, тоже будет правильно. Главное, что вы это зафиксируете. Какие могут быть здесь ситуации? Ну, я имею в виду, если так брать стандартно, чтобы четко понимать, где, какой штраф мы можем дать. То есть, вот, позиционная борьба, игроки где-то на пятаке, то есть, они, ну, могут стоять, могут немножко двигаться, они могут стоять так же, на вбрасывании такое бывает иногда, тоже стоят, и вдруг игрок подбивает сзади под ногу, совершая подножку, да, уже мы теперь будем говорить подножку. Да, где-то здесь вот такое падение иногда бывает, но оно, наверное, не столько опасное. Почему? Потому что, как я уже говорил, нет вот этого усиления движения рукой назад, когда усиливают движение назад, как бы бросая на лед, да. Ну, например, если вот здесь посмотреть на видео, если оно сейчас будет там хорошо идти, вот подбивание здесь налицо и позиционное расположение, то есть, они немножко двигаются и идёт подбивание, то есть, такого какого-то вот сильного падения нет, но падение есть, нарушение есть, это подножка. И в большинстве случаев, ну, не то, что в большинстве, в основном это малый штраф, потому что, как я уже сказал, если это вы увидите, что он его коньком ударит, тогда вы сможете дать удар ногой, но это должно быть очевидно, как мы всегда говорим, очевидное нарушение. Поэтому такая опция есть, но в основном это вот подбивание, такой, знаете, удар, как в футболе, удар щёчкой такой, да, такое подбивание, которое, значит, приводит к тому, что соперник падает на лед. Вторая ситуация, как и возможно. Опять же, в позиционной борьбе, но уже вот подбивает и одновременно, то есть, вот это движение из подсечки, которое пришло, то есть, подбивание и одновременно тянущее движение назад. То есть, как только мы видим вот это движение и говорим, о, это вот то движение из подсечки, которое перешло сейчас в подножку, у нас варианта нет. Мы должны дать именно большой штраф и дисциплинарный до конца гляд. Почему опять же? Вот я говорил о том, что вот это вот тянущее действие назад, оно усиливает удар со льдом соперника. Здесь надо заметить, что, конечно, желательно следить и за тем, как шлем застегнут, потому что это очень важное действие, потому что вот в большинстве случаев игрок падает, и у него шлем немножко подлетает, и голова становится открытым. Поэтому тоже обратите внимание на то, что не только должен быть ремешок на шлеме, который должен соответствующим образом быть застегнут, но и ремешок должен быть обязательно на маске. То есть, два ремешка на маске и один ремешок на шлеме. Это тоже должно все быть вами проверено и быть под контроль. Ну и какое приблизительно вот видео такое может быть? Вот на пятаке сейчас там такое достаточно, ну, с одной стороны, понятно, что это нарушение, понятно, нужно определить это подсечкой, какой это штраф. То есть, вот тут явно игрок использует ногу. Вот нет очевидного такого подбивания, он выставляет ногу, использует и через эту ногу тянет назад. Да, и клюшка тут рядом с головой сейчас можно увидеть, но в итоге-то вот это движение подсечки, оно присутствует. Поэтому и говорим мы, да, вот здесь мы смотрим, хоть это и позиционное движение, но все равно есть вот это движение подсечки, и мы даем пять плюс двадцать за подножку. Поэтому еще раз вот у себя, пожалуйста, отложите в голове, что вот это, как только вот это движение появляется, это сразу уходит в пять плюс двадцать. Дальше возникают опросы, когда возникают ситуации, когда это происходит в движении и тем более на скорости. И тут вы должны понять, что вот эти ситуации в основном происходят тогда, когда соперника сзади атакуют и подбивают его ногой. И здесь мы тоже говорим о том, что игрок, атакующий игрок, он всегда должен думать о сопернике. И поэтому, как бы то ни было, как бы он не атаковал игрока, он должен думать, как он к нему подкатывается. Если таким образом на скорости он его подбивает своей ногой сзади, то мы еще раз говорим, что здесь фактор скорости увеличивается, соответственно, увеличивается сила удара, соответственно, мы должны повысить, мы обязаны повысить и наказание. И у нас это однозначно большой плюс дисциплинарный до конца матча штраф. Безопасность, помните о том, что безопасность на сегодня игроков это первоочередное для нас. Мы должны это контролировать и, соответственно, реагировать на это. Вот момент такой, что игрок на скорости берет и подбивает соперника. И вам тут важно определить именно то, была ли это скорость, был ли это первый момент, который мы разматривали позиционный, либо действительно соперник атаковал на скорости и подбил своего оппонента ногой сзади. Если вы видите скорость силы удара, соответственно, реагируете 5 плюс 20. Вам не надо ждать того момента, когда атакуемый соперник получится так, что он действительно не сможет даже встать. Вы сразу фиксируйте заранее и объясняйте спокойно потом это тренеру. Здесь информация, если вдруг слышите какое-то недовольство, подъехали, коротко объяснили и уехали. Все. Не надо там в дискуссию впадать. Дальше. Дальше опять мы идем в сторону движения. Четвертый возможный вариант – это в движении, когда происходит. А что здесь происходит? Происходит опять, что идет движение, и когда вот это действие подсечки, то есть подбивание и тянущее действие назад имеет место быть, соответственно, происходит, добавляется еще фактор скорости, происходит некое усиление последствий. Поэтому мы опять говорим, что если это в движении, на скорости они катятся, два игрока вдвоем, и происходит вот это действие подсечки, то мы сразу говорим о том, что это большой плюс дисциплинарный до конца игры штраф. Ну, например, что-то такое. То есть здесь вы можете увидеть, что происходит усиление вот этого падения, усиление удара. То есть игрок рукой тянет его на лед назад и силой бросает его на лед. Поэтому мы говорим о том, что это 5,20. Еще один вариант. Это такая ситуация, когда вот это вот нарушение происходит рядом с бортом. Как я уже сказал, подножка, да, помните, которая у нас и была, собственно говоря, подножка, клюшкой, допустим. Ну, клюшка происходит, да, игрок падает в борт, улетает в борт. И мы говорим, да, здесь травма 5,20. Вот мы к этому и пришли. Но мало того, что может произойти такая ситуация, когда вот эта подсечка тоже произойдет таким образом рядом с бортом, и соперник бросит, значит, вот на борт игрока. То есть он его будет, подобьет то ли он ногами туда улетит в борт, то ли он головой туда улетит в борт. То есть это еще борт получается, игрок использует как оружие. Помните, мы говорили об этом, что если борт используется как дополнительное оружие, то есть дополнительное усиление последствий, то мы, соответственно, смотрим, это больше уходит в повышение наказания. То есть в данной ситуации, ну, видео, к сожалению, вот такого нет, явного, чтобы можно было это увидеть. Но, в принципе, вы можете так себе представить, что это где-то, если в районе, там, полтора, там, двух метров от борта происходит вот такое нарушение, игрок падает, допустим, вперед ногами, вы можете себе представить, к чему это может привести. Поэтому здесь мы говорим, что у нас здесь тоже только выбор один, пять и дисциплинарный до конца матча штраф. Далее. Здесь мы говорим о задержке игры и говорим о той ситуации, когда хоккеист, опять же, да, то есть это может быть и игрок, это может быть и вратарь, когда хоккеист прижимает шайбу к борту, либо к вороту. И, в принципе, ну, раньше мы, может быть, на это внимание никогда не говорили, не обращали внимания, но это всегда было, это передавалось, так скажем, вербально, и мы всегда говорили об этом, но нигде это не было прописано. Вот сейчас мы решили это прописать, потому что в какие-то моменты судьи не стали правильно на это реагировать. А, собственно говоря, здесь все достаточно просто. Значит, что делать, если игрок прижимает шайбу к борту, либо к вороту? Ну, что там происходит? Ну, да, он, наверное, не хочет играть, он устал, он боится ошибиться, поэтому надо каким-то образом остановить игру. Какой самый простой способ? Ну, да, это остановить игру. Хотя, в принципе, это можно и выбросить шайбу, но неизвестно еще, выбросишь ты ее из зоны или нет. Поэтому самое простое это прижать шайбу к борту. Поэтому, если где-то несколько игроков там, да, там 3-4 игрока борются где-то около борта, и шайба там не прижата еще, она где-то там мечется между коньками и клюшками. Значит, главный судья должен, во-первых, занять позицию поближе, подъехать. Можно издалека голосом сказать играть, играть, шайба не прижата. То есть, вы даете понимание игрокам, что вы видите эту ситуацию, что шайба не прижата, и вы разрешаете им, игрокам двигать эту шайбу и что-то с ней делать. Но подъехать надо поближе, для чего? Для того, чтобы увидеть вот тот момент, когда произойдет именно прижатие шайбы к борту. Какая здесь такая основная идея по прижатию? Вот мы говорим о том, когда шайбу накрывают рукой, да, на льду. Вот я накрыл шайбу рукой, то есть я ее скрыл от возможности соперника в нее сыграть. Я ее рукой скрыл, и если это произойдет в площади ворот, то мы даже не думаем, мы говорим, да, что это штрафный бросок. Ну, соперник не может в нее играть, потому что ему надо будет тыкать в мою руку, а это тоже может привести к нарушению. Он не может играть в эту шайбу. Поэтому мы всегда говорим, что шайба должна быть открытой. Ее надо двигать открытой ладонью, перчаткой, да. То есть то же самое происходит и здесь. Если игрок закрыл коньками, одним коньком, либо двумя коньками закрыл, шайбу к борту прижал, и соперник, он ее не видит, ну, он ее, понятно, что он ее видит, но он ее не может оттуда достать, потому что она жестко прижата к борту. Что ему делать? Ему либо надо нарушать правила против соперника, чтобы ее оттуда выковырить, либо они стоят и начинают ждать, что же дальше произойдет. Поэтому судья должен четко реагировать в этих ситуациях. Как я уже сказал, первое, если шайба где-то болтается между коньками и клюшкой, играть, играть, шайба не прижата. Потом, если вдруг происходит какой-то момент, в какой-то момент, вернее, происходит, что она, шайбу игрок прижал, вот тут ему, и вы увидели это, тут ему надо крикнуть, играть. И в этот момент, значит, игрок должен открыть шайбу для соперника. То есть он должен либо двигать ее открытым коньком вдоль борта, ну, либо клюшкой в нее дальше играть, либо сопернику дать возможность сыграть в эту шайбу. Но если игрок никак не реагирует, то, конечно, нужно остановить игру и наложить штраф за задержку игры. Далее, если, значит, одновременно происходит ситуация, соперник, игрок прижал шайбу к борту, там, да, и его сзади соперник поджимает, то тоже здесь надо крикнуть играть, потому что вы видите, что шайба скрыта из поля зрения, значит, крикнуть играть. И дальше уже, если игрок не играет, соответственно, остановить игру и наложить штраф. Ну, вот какой первый, например, момент, о котором мы говорили, вот шайба там ходит пока, игроки пытаются ее выиграть и куда-то продвинуть. И в определенный момент вот игрок уже начинает прижимать ее коньком к борту. Здесь судья должен подъехать поближе, крикнуть играть, вот ничего не происходит, все, видите, белый подъехал, у него ничего даже не получилось выковырять ее, шайбу оттуда. Все, остановить игру и наложить штраф. Это еще бывает в конце игры. Вот счет, например, видите, здесь третий период, время там мало остается, да, команда выигрывает в одну шайбу, здесь вот время начинают тянуть, поэтому здесь надо четко реагировать, смело, значит, не сомневаясь. Да, подкрикнули, нет реакции никакой, все, остановили игру, наложили штраф. Вот они там проиграли секунд 10-15, время ушло, а то может и 20. Следующий момент у борта, да, вот пока вроде они там ногами что-то двигают, это пока нормально. Вот все, вот черный игрок все прижал, вот теперь попробуйте, возьмите шайбу. И так, и сяк, и никак. Уже давно судья должен был крикнуть играть, и уже давно должен был остановить игру и наложить штраф. В итоге какие-то секунды с учетом, значит, да, штрафа здесь, с учетом, возможно, как я уже сказал, конца игры, команда выигрывает, а другая, соответственно, теряет возможность к атаке. И вот третий момент, о котором мы говорили, что игрок прижимает шайбу, его сзади тоже поджимают, но так или иначе игрок, который прижимал шайбу, он должен открыть шайбу, он должен ногу убрать, все. И раз он не убирает, он, значит, продолжает пытаться задержать игру. Соответственно, судья должен подкрикнуть, играть, ну и потом принять решение, что, собственно говоря, судья и сделал. На сегодня, значит, из практики уже судейства матчей и профессиональных лиг, этот правило работает, работает достаточно хорошо. Игроки, значит, поняли, что нужно от них, что требуется от них, и они пытаются уже меньше таких прижиманий делать, при прижатии к борту делать, и, соответственно, открывать шайбу и двигать ее вдоль борта. Далее. Значит, нарушение чистого состава. Здесь никаких изменений, либо нового введения нет. Все, как было, так же и осталось. Единственное, есть такое небольшое разъяснение, когда, как нам считать, вот с учетом полутораметровой зоны, зоны, как нам считать, игрок, значит, нарушил правило, либо не нарушил. Вот есть такие моменты, когда, ну, так сказать, по запаре игрок выскакивает лишним на лед, и, понимая, что он выскочил лишним на лед, либо ему, значит, тренер крикнул, ты куда там, да, лишнее, и он тут же возвращается обратно, заскакивает на скамейку. То есть, если это происходит в полутораметровой зоне, и игрок никоим образом, когда он там оказался, не сыграл в шайбу, не сыграл в игрока, не помешал игроку шайбу продвигаться вперед. То есть, он никоим образом не участвовал в игре и запрыгнул обратно на борт. Мы это считаем как исключением, и здесь нет нарушения правил. То есть, игра продолжается. Вот если он уже покинул эту полутораметровую зону и вышел из нее, и вдруг понял, что он лишний, решил вернуться, вот для нас уже все. Здесь уже наступает рубеж, на котором мы должны, на восстановить игру и зафиксировать нарушение численного состава. Нужно еще здесь сказать, чтобы вы не забыли, что я сказал, что если игрок вышел в эту зону и сыграл в шайбу, это одно, это нарушение. А если он вышел и в него попала шайба, причем никак она не повлияла на ход игры, то есть, она где-то попала там случайно, то это тоже ничего, это попадание. А если я как атакующий игрок продвинул шайбу, и она сыграла и не дала мне продвинуться, здесь я уже поучаствовал, то есть, я как вышедший налет, я поучаствовал в игре. То есть, тут надо четко еще смотреть, как мое нахождение на льду влияет на развитие атаки, насколько я участвую в игре. Участвую я или это попадание было случайным и ни на что не повлияло. Это тоже такой немаловажный фактор. То есть, здесь это я вам сказал, и вот такое видео, вы увидите, что игрок будет обозначение количества игроков в красной форме. Вот вы сейчас видите их 6 на льду, и будет повтор сейчас. Вот там на борту идет замена. Замена произошла, и вот этот последний игрок, он вышел, доехал, вот он там под цифрой 6. Он понял, что покинул зону и вернулся на льду. В данном случае это нарушение численного состава, так как игрок вышел в полутораметровую зону, затем покинул ее, и затем вернулся назад. Это нарушение. Положение вне игры. Здесь есть некое изменение, небольшое изменение, которое расширяет возможности входа в зону. То есть, теперь игрок не будет считаться в положении вне игры, если хотя бы один конек у него касается синей линии. Касается, это значит, что он находится на льду, либо он находится в воздухе, но в проекции синей линии. Это считается, что он касается при входе в зону. То есть, одна нога у меня в зоне, одна нога на синей линии, я принимаю шайбу, я ее контролирую и затаскиваю за собой. Это не вне игры. Играть можно. Тут важно еще помнить о том, что помимо того, что шайбу я завладел, я еще должен ее контролировать. Поэтому, если формально я ее принял, и она немножко отскочила от крюка, но я ее могу в любой момент сыграть, и она заходит за мной в зону, то считается, что игрок ее контролирует. Но вот сейчас видео будет, и вы посмотрите, что если в такой ситуации я буду принимать шайбу, и она отлетит за меня, ударится в борт, и я не смогу ее контролировать, и заеду в зону полностью, а потом шайба туда упадет, то я, естественно, не контролирую шайбу, и это будет положением вне игры. Сейчас будет повтор. Вот одна нога касается линии, конек касается линии, игрок принял шайбу, он ее контролирует, и затаскивает ее за собой. Положения вне игры нет. Вот если в этой ситуации она перескочит через клюшку, коснется и отскочит назад в борт, и потом игрок зайдет в зону, и шайба за ним зайдет, это будет вне игры, так как игрок не контролирует шайбу. Он ее коснулся, но он ее не контролирует. Это важно помнить. Значит, положение вне игры рикошет от скоб. Здесь, собственно, тоже нового ничего нет. Здесь есть дополнительное разъяснение, помимо, значит, вот определения того, да, значит, мы говорим о том, что если какое-то идет действие атакующего игрока против защищающегося игрока, и в результате шайба отскакивает от защищающегося игрока и залетает в зону, то это будет положение вне игры, так как есть некое влияние на соперника, его атака, либо подталкивание, либо поклюшка, либо еще что-то такое. Это частный случай, который мы все знаем уже, он давно уже работает, и это понятно. Причем он работает в любой ситуации, я имею в виду, когда шайбу выбрасывают из зоны, либо когда шайбу передают в зону, и она с атаки входит. То есть это все действует. Понятно, что от судьи тоже все действует, поэтому я сказал, что, собственно говоря, здесь ничего не изменилось. Есть просто два дополнительных пункта, которые появились, которые дают общее понимание того, что нужно делать со скоком и как правильно его посчитать. То есть кто отдавал пас, от кого произошел отскок, и что с этим делать. Поэтому есть такое описание, что, значит, срикошетила, отскочила шайба от атакующего игрока за пределами синей линии, но имеется в виду, это происходит где-то до синей линии, до зоны атаки, в нейтральной зоне, либо, значит, в зоне защиты, когда я атакую, команда атакует. То есть независимо, какой игрок направил шайбу в зону, если отскок происходит от атакующего игрока, то это приведет к возникновению положения в нигре. Или от ложного положения в нигре. Ну, тут в зависимости от того, что произойдет. То есть если это игрок сыграл в шайбу в зоне, то это будет остановка игры, это в нигре. Если он еще не сыграл в шайбу, это будет отложенная в нигре. То есть вот здесь так нужно подходить. Это один момент. Второй момент немножко по-другому происходит. Уже отскок от любого игрока, да, но направленная атакующей командой. И, соответственно, значит, если шайба срикошетил отскочил от любой игрока за пределами синей линии в зону атаки, направленная атакующей командой, придет к возникновению положения в нигре или отложенного положения игры. Опять же, в зависимости от того, что произошло в данной ситуации. То есть вот для того, чтобы более четко вам понять вот этих последних, два последних пункта, нужно взять, нарисовать, как я уже люблю говорить, взять, нарисовать площадочку и порисовать команда команда B, откуда идет паз, от кого отскок. И тогда, читая вот этот текст и рисуя различные ситуации, вы поймете, что на самом деле, может быть, это вот читать сложно, да, первое восприятие. На самом деле достаточно все просто, и вы сразу поймете, как это правило работает. Это дает более-менее четкое понимание, как нам нужно действовать в таких ситуациях, связанных с отскоком. Здесь нужно помнить еще о том, это все осталось, как и было, что если защищающий игрок направляет шайбу, направляет, то есть направление это такое умышленное преднамеренное действие, то есть я направляю шайбу в свою зону, тогда положения вне игры не будет, если там еще находятся игроки соперников. Вот это четко на себе надо представлять. Так, умышленное положение вне игры. Понятно, что умышленное положение вне игры, это вот, значит, такое действие, которое необходимо делать для того, чтобы остановить игру, неважно там, какая причина, в общем-то, и играет ли команда численно минничество или нет. Поэтому для нас здесь, в соревнованиях, я опять обращаю ваше внимание, для соревнований по единому календарному плану, у нас умышленное положение так работало, как работало, так и работает. Значит, первое, это если в процессе отложенного вне игры, атакующий игрок, ну, намеренно совершает какие-то действия, он пытается отобрать шайбу, он гонит, значит, соперника туда за ворота, за шайбой, вы, конечно, должны подкрикнуть линейные судья, но если такое происходит, это будет считаться умышленным вне игры. И в том числе умышленным вне игры будет, как и было раньше, если шайба брошена в направлении ворот, либо именно в створ ворот, это тоже будет считаться умышленным вне игры. Не нужно путать, я опять еще раз повторюсь, не нужно путать это с профлигами, там по-другому. Тут важна вот еще трактовка, важно четко понимать линейные судьи. Надо четко понимать ощущение вот этого положения, отложенного вне игры. Это о чем здесь разговор идет? То есть линейный судья должен понимать игру и должен понимать, вообще атакующий игрок понимает, что он находится в положении вне игры, в отложенном положении вне игры. То есть если игрок смотрит на вас и вы ему кричите, все, вне игры, выходи, выходи, а он разворачивается не выйдя из зоны и бежит обратно в атаку, ну тут понятно, что он в курсе, он знает, что он вне игры, но он каким-то причинам продолжает атаковать, как мы сказали в самом начале, независимо от таких причин, мы не должны об этом думать. Поэтому понятно, что он знает, он видит вас, но может быть такая ситуация сложится и она складывается, их много ситуаций. Когда вы находитесь на одной стороне борта, а игрок входит по дальней, по противоположному борту. И паз достаточно такой диагональный, и игрок, ему сложно определить самому, он находится вне игры или нет. Для него он вошел в зону нормальной, и шайба зашла до него, пересекла. Но вы, как, так сказать, молодой перспективный линейный судья, видите, у вас зрение отличное, и вдруг вы посчитали, что там вне игры. И оно действительно там было. Но оно настолько тонкое, что игрок не может этого определить. Если вот он поехал дальше за шайбой, да, это вне игры. Это будет вне игры, и вы сделаете вбрасывание с места паса, но это не умышленное вне игры, потому что игрок, он не может определить, был он в положении вне игры или не был. И вы, вот, как линейный, грамотный линейный судья, должны это тоже четко для себя понимать. И также можете все это, если вдруг какие-то будут вопросы там у тех же игроков появляться, вы должны, обязаны и можете объяснить это игрокам, почему вы не отвезли это вбрасывание в зону защиты, а сделали это вбрасывание с места паса. Значит, что дальше? Если шайба в результате направления шайбы в сторону ворота или вратаря зайдет в ворота, да, неважно каким образом, то есть она зайдет в ворота после броска, имеется в виду, то взятие не должно быть защитно, поскольку изначально, значит, бросок создал положение вне игры. Значит, может быть так, что, значит, атакующая команда уже выходила из зоны, да, и, вернее, защищающаяся, да, атакующая команда выходила из зоны и партнер по команде бросил туда в сторону ворот шайбу, и игроки уже коснулись линии, и вроде как вы отменили положение вне игры, и шайба попала в ворота, все равно взятие ворот нельзя считать, потому что изначально было отложено положение вне игры, было вне игры, и вам нужно подъехать. Ну, главный судья может этого момента, ну, не увидеть, не заметить, он засчитает взятие ворот, но линейный судья, соответственно, должен подъехать и сказать, да, там было вне игры, и гол нельзя считать. Понятно, что при отложенной вне игры вот единственный момент, когда взятие ворот будет защитной, это тогда, когда, ну, защищающаяся команда И вдруг сама случайно отдавал пас игрок-защитник и попал в ворот. Вот тогда, да, это будет гол. Во всех остальных ситуациях будет вне игры. И, соответственно, это будет умышленная вне игры, так как в ворот. И нужно будет вести это, значит, вбрасывание шайбы в зону нарушения правила команды. Ну, ситуации, которые мы можем описать, они, значит, такие достаточно простые. И, например, игрок команды бросает шайбу в направлении ворот команды Б, пока еще находится их в зоне игроки команды А. То есть линейный поднял руку, сигнализирует положение вне игры. Игрок команды Б, вратарь команды Б отражает бросок, отбил. Соответственно, что нам нужно делать в этой ситуации? Ну, соответственно, нам нужно вообще остановить игру. Ну, при желании, конечно, если линейный, ну не при желании, при возможности, по возможности, если линейный судья видит, что шайба летит четко уже в ворота, то, конечно, лучше раньше подсвистнуть, чтобы потом уже можно было сказать, да, что был свисток, и шайба после свистка зашла в ворота. Но это не самое главное. Главное, чтобы линейный судья понимал, что было положение вне игры. И даже если главный судья засчитает это, это взять в ворот, линейный подъедет и сказать, да, было положение вне игры, взять в ворот считать нельзя. И должен объяснить, значит, главному, что там произошло, почему он такую информацию ему передает. Другая ситуация, ну, что игрок команды бросает шайбу в направлении ворот команды B, пока там игроки находятся. Значит, естественно, я уже об этом сказал, линейный судья отложенный вне игры, шайба попадает в ворота, соответственно, главный показывает жест взять в ворот, ну, и линейный, значит, что должен сделать? Он должен подъехать и сказать, да, был бросок, было отложенное положение вне игры, так как это умышленное положение игры, все, можно бросать и ввести в зону защиты. То есть, вот это два, как бы, примера, такие, которые можно и нужно применять в правилах умышленного положения вне игры. Ну, в общем, ситуация здесь, здесь информация немножко дана таким образом, что этот бросок пошел, и это будет у нас умышленное вне игры, мы это потом подправим, когда будем рассылать вам. Значит, здесь заключение почти, мы уже заканчиваем, здесь информация о том, что, опять же, в большей степени применяется в профессиональных лигах, но у нас возраст соревнований, детско-юношеские соревнования, он всегда уже меньше этого возраста, меньше 18 лет, значит, поэтому у нас все игроки, обязательно, пожалуйста, смотрите, все игроки должны четко использовать защиту шеи, защиту ушей и так далее. То есть, у них обязательство использования этой защиты. Здесь имеется в виду и прописанное и для женщин, ну, так как девочки у нас играют в соревнованиях юноши, для них это тоже обязательно. И почему возраст мы вам показываем, вот этот возраст даем и указываем на этот возраст, потому что у нас есть также соревнования взрослых, которые играют по нашему руководству, поэтому у них вот такая возможность есть. И здесь важно что знать? Здесь, допустим, если вдруг где-то игрок играет, ну, допустим, это будут какие-то соревнования, где взрослые играют, если ему еще 20 лет не исполнилось, соответственно, у него должна быть защита горла, стандартная защита горла. Но он может ее снять в тот день, в тот день, когда ему исполнилось 20 лет. Например, сегодня ему исполнилось 20 лет, сегодня у него игра, и он эту защиту горла может снять. Вот. Но, соответственно, защита вот этой шеи, как я уже сказал, для наших детей, для наших юношей, там и девочек в том числе, она должна быть. Ее снимать нельзя. То же самое здесь, общая информация идет, значит, по, опять же, это для тех соревнований, мужских соревнований, которые проходят по правилам, по правилам, значит, единого, руководства соревнований, в которые включены единый календарный план. Опять же, мы должны четко понимать, что те игроки, которые рождены после 31 декабря 1974 года, обязаны, обязаны играть, значит, полумаски, это минимум, они обязаны одевать. Пожалуйста, обращайте на это внимание. Защита шеи и горла, я уже сказал, тоже обязаны. Ну, естественно, здесь защиту ушей мы тоже смотрим. Опять же, если это соревнования взрослых, тогда мы смотрим, сколько лет исполнилось игроку на сегодняшний день, на день игры. И, соответственно, если такой защиты нет, то, значит, вы просто не допускаете к игре. Вы должны посмотреть, вот они вышли, играют там, и вы уже увидели, что у кого-то нет, у вас есть информация, у вас есть заявочный лист. Если это, опять же, соревнования, значит, детской юношки, там все понятно, там все они подходят под эти требования, как только увидели, все, вы его не допускаете к игре. Если это соревнования, значит, взрослых, там вы можете во время игры все это посмотреть, сделать замечание в соответствии с правилами предупреждения и дальше действовать. То есть, пожалуйста, контролируйте это, значит, экипировку игроков. Это очень важно, опять же, в плане безопасности. На сегодня презентация подошла к концу. Значит, если вдруг какие-то будут вопросы возникать, пожалуйста, значит, задавайте вопросы филиалы, значит, чтобы они нам тоже переслали эти вопросы и мы могли дать какой-то ответ. сегодня мы, наверное, вышли эту презентацию уже и в филиалы, и в региональные коллегии судей, и мы ее поставим на сайт, она будет, на сайт ВКС, она тоже там будет. Поэтому, пожалуйста, скачивайте, пользуйтесь. Еще раз напоминаю, что предыдущую презентацию надо удалить ваших компьютеров из ваших ноутбуков и так далее, и так далее. Вы должны использовать только вот эту новую, последнюю версию презентации. Спасибо за внимание, всем удачного сезона. Продолжение следует...